Всем привет, друзья! В эфире Lampat TV, меня зовут Евгений, и сегодня я хочу вам рассказать о том, как настроить вашу веб-камеру для стрима. На самом деле, совершенно не имеет значения, какая у вас веб-камера, пусть там дорогая, или дешевая, или среднего ценового сегмента. Самое главное, это в настройке камеры, это ваш свет, который вы применяете. Лично я использую кольцевой свет, рассеянный диаметром не менее 33 сантиметров. Купить его можно, в принципе, на том же Алиэкспрессе, или если у вас недостаточно денег, или их в принципе нет. То можно взять обычную настольную лампу и накрыть ее белым пакетом, и, собственно говоря, это будет уже вполне себе неплохой источник рассеянного света. Итак, с чего нам нужно начать? Во-первых, нам необходимо выключить весь свет, который есть в комнате. То есть там люстры, дневной свет, какие-то лампочки на стене. Все источники света должны быть выключены. После этого мы включаем наш рассеянный свет, который светит на вас, как на главный объект. И уже после этого мы должны приступать к настройке веб-камеры. Итак, в данный момент меня снимает Logitech C922 Pro Stream. Давайте выберем другую веб-камеру. Я буду показывать настройку на примере Logitech C270. Это, кстати, очень даже хорошая веб-камера для своего ценового сегмента. Она очень бюджетная. И в то же самое время она выдает неплохую картинку в маленьком окне, естественно, потому что в большом окне она выглядит не очень хорошо. И в то же самое время у нее отличнейший микрофон. И, кстати говоря, я делал видео на тему настройки микрофона как раз на примере данной веб-камеры. И если вы ищете какой-то бюджетный вариант для настройки вашего стрима, картинки и микрофона, то эта веб-ка отлично подойдет для решения сразу же двух этих задач. Так что я ее могу вполне рекомендовать для начинающего стримера, потому что она очень хорошая. Итак, давайте включим нашу другую веб-камеру и начнем настройку. Так, для начала нам нужно добавить данную веб-камеру в источнике. Добавить. Захват. Устройство захвата видео. Так, пусть будет два. И выбираем здесь нашу веб-камеру. USB Video Device. Оно у меня называется именно так. Теперь, что мы делаем дальше? Дальше мы выбираем стандартные значения устройства. Нам не нужны. Нам нужно пользовательское. Мы выставляем наше разрешение самостоятельно. Например, у меня это будет 1280 на 720. Это наилучший вариант, который есть для этой веб-камеры. Итак, как вы можете видеть, сразу же картинка стала ближе. У этой веб-камеры есть один недостаток. Очень маленький угол обзора. Соответственно, для того, чтобы решить эту проблему, нужно просто данную вебку отодвинуть чуть-чуть подальше. Для того, чтобы она захватила больше вас и заднего фона. Значит, разрешение кадров мы выставили, разрешение обычное выставили. Значит, FPS тут 30, естественно, больше тут не получится. Так, формат видео мы оставляем любой. Цветовое пространство нам нужно выставить 709. И цветовой диапазон нам нужно выставить частичный. Потому что, если мы выставим полный, картинка будет выглядеть очень даже некрасиво. И придется корректировать все это дело вручную по цветам. Значит, с этими настройками мы разобрались. Теперь давайте перейдем к настройкам видео. Итак, здесь у нас начинаются настройки выдержки. Фокус, кстати говоря, здесь, я так понял, автоматический в данной веб-камере. Ну и хорошо, потому что смысла нет вставлять по-другому. Значит, что касаемо выдержки, здесь мы убираем галочку, потому что она нам нафиг не нужна. По той простой причине, что автоматическая настройка выдержки будет портить картинку. Нам нужно все это выставлять вручную. И компенсацию низкой освещенности мы тоже выключаем. Итак, что такое выдержка? Выдержка – это такая вещь, которая пропускает определенное количество света на вашу вебку. То есть, если будет мало, то будет темно. Много – будет светло. Давайте попробуем выбрать какой-нибудь вариант. Темно, да, видите, сразу же. Это хорошо. А это уже светло. То есть, находим некое среднее назначение. Вот самое то, что нам нужно. Переходим в усилитель видеопроцессора. Так, ну здесь, в принципе, что тут можно посмотреть? Ну, яркость, да, яркость, я думаю, нужно сильно не прибавлять, иначе начинается пелена, да. А это темно уже. Ну, то есть, назначение где-то 120 вполне себе неплохо начинает выглядеть, да, все это дело. С контрастностью тоже сильно крутить не надо. То есть, минимальные значения. Вот видите, уже картинка портится сразу же. Где-то в районе 35, 35, где-то вот 4. Вот это самый оптимальный вариант. Так, с насыщенностью. Тоже здесь такой момент, что если мы ее слишком сильно прибавим, мы сразу же пожелтеем, чего нам, естественно, не нужно. Поэтому тоже нужно находить, видите, сразу в желтизну пошло, находить определенные значения, чтобы был не серый, и в то же самое время не уходило в желтизну. То есть, кожа должна выглядеть естественно примерно. Ну, наверное, вот как-то так. Так вполне неплохо сойдет. Так, а что касаемо четкости. Здесь тоже, если мы сильно прибавим, ну, оно, конечно, кстати, не сильная разница, это и видна, да, на этой вебке. У меня на другой вебке видно очень сильно разницу в четкости. Здесь становится мыльно. Ну, мы чуть это, наверное, на средние значения поставим, и это будет вполне нормально. Что касаемо баланса белого. Если мы выставим автоматический баланс белого, все это будет выглядеть не очень красиво. Ну, как-то тускло, да, не очень интересно. Давайте выключим. И здесь та же самая история. Здесь нужно найти такое значение, где мы не сильно желтые, не сильно серые. Да, вот сюда уходим уже, ну, некрасиво. Так, где-то, наверное, вот в районе 2000 кельвинов, что ли, оставить. Здесь, кстати, довольно странно на этой веб-камере. Вот, смотрите, значения кельвинов какие-то непонятные, честно говоря. Но мы ищем на интуитивном уровне, так скажем, все эти положения. Видимо, по-другому никак. Так, ну, вот оставим где-то примерно в районе 2500. Я думаю, вполне себе неплохо. Так, съемка против света нам не нужна, и здесь можно уже крутить усиление. Усиление, в принципе, то же самое, что выдержка. Так, немножко поярче, да? Ну, вот как-то так, чтобы лицо не было засвеченное, да, и в то же самое время у нас подсвечивался задний фон. Итак, ну, в принципе, уже неплохо, да? На самом деле, кажется, что выглядит не очень красиво. Но, если мы возьмем и сделаем эту вебку на маленьком окне, то вы убедитесь в том, что данная веб-камера прекрасно справляется со своей задачей. Итак, давайте попробуем это сделать. Вот, да, она сейчас в большом окне. А если ее сделать в маленьком, допустим, мы сейчас уберем захват экрана. Если мы сделаем в маленьком окне, а можно еще и сделать квадратиком, да, это все дело в разрешении 4х3, например, и немножко отодвинуть ее подальше, вот таким вот образом, да? Ну и что, по-моему, неплохо вполне, да? Мне кажется, данная вебка прекрасно справляется со своей функцией. Даже, кстати говоря, если вы применяете хромакей, то это тоже отличный вариант, она прекрасно для этого подойдет. И, опять же, как я сказал, у нее очень хороший микрофон. Ну вот, смотрите, по-моему, картиночка неплохая. Для бюджетной веб-камеры это очень хороший вариант. Logitech C270 прекрасно справится с этой задачей. Ну и, опять же, напомню про то, что нужно обязательно применять рассеянный фронтальный свет. И он уже, в общем-то, сделает вашу картинку. И еще, что я делаю, о чем хотелось бы сказать, я использую подсветку заднего фона с помощью того же рассеянного кольцевого света. Он разноцветный, сейчас у меня довольно светло за окном, поэтому ее не так сильно заметно. И это тоже сделает вашу картиночку, особенно в темноте, очень даже неплохой. То есть, если, например, у меня есть окна, я спланирую поставить blackout, и результат уже будет виден сразу. Ну что ж, на этом у меня все. Если видео вам понравилось, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать какой-либо комментарий с пожеланиями о том, о чем вы хотите увидеть какие-либо гайды на нашем канале. И на этом все. Спасибо всем большое за внимание и до следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!